Здравствуйте, девушки! Сегодня девичья тема. Да, у кого не слышно, надо перезагрузиться. Я сегодня хочу немножечко поговорить. Знаете, в медицине есть такое понятие – границы метода. Ну, кто я? Я расскажу о себе. Я по специальности врач-акушер-гинеколог Бахтина Елена. И уже действительно очень много времени я посвятила эта профессия, которая называется нутрициология или валиология. То есть как с помощью питания, как с помощью каких-то народных, может быть, средств восстанавливать свое здоровье. Потому что когда мы приходим к врачу, мы уже приходим лечить проблему, а здоровье приходится добывать самостоятельно, понимаете? Вот, собственно, вот это вот то, что приходится добывать самостоятельно, я вот этим занимаюсь уже длительный промежуток времени. Но никогда не обращала внимания на эстетику, потому что, ну, все понятно, есть здоровье, что им заниматься, кажется, что это будет вечно. Есть красота, что и заниматься, кажется, это будет вечно. Есть отношения, что им заниматься, они же уже есть, и кажется, что это будет вечно. Но все эти моменты нужно каким-то образом развивать. Вот, собственно говоря, когда я стала обращать внимание на красоту, А именно на красоту лица, ну вот когда она мне сплыла куда-то, ну в общем, я перестала себе нравиться в зеркале. Конечно, в первую очередь я бросилась к общепопулярным методам, а этот метод, значит, надо встановиться в какую-то систему по уходу за лицом. И ясное дело, я сразу же нашла какие-то кремчики, подглазки, дневной, ночной, пилинги, глубокие очищающие маски и так далее. И стала вот это вот все дело использовать. Слава Богу, с 35-летнего возраста, когда уже хотя бы научилась читать этикетки. Сегодня мы с вами научимся читать этикетки. Но, как в медицине говорят, у каждого метода есть свои границы, где этот метод работает и где этот метод совершенно не работает. Поэтому я сегодня не только о косметике хочу вам рассказать. Я надеюсь, что благодаря моей сегодняшней песне вы, может быть, выкинете какое-то количество тюбиков, которые вообще вам не нужны. Но и разберемся, где работает косметика, а где косметика не сработает. Поэтому всем еще раз добрый вечер. У меня есть водичка. Надеюсь, у вас она тоже есть. Давайте попивать и пошли. Еще техника безопасности. Если я буду заикаться, вот там, где есть мое изображение, там можно выключить камеру. Вы меня не будете видеть, но зато очень хорошо. Будете меня слышать. Итак, моя сдача сегодня рассказать 10 основных ингредиентов, которые, к сожалению, товаропроизводители закладывают в наши косметические средства. И наши косметические средства становятся против нашей красоты, против нашей эстетики. Что общего между детскими салфетками и авиационным антифризом? Да состав общий. Состав общий. И этот состав содержит гликоли. А именно пропиленгликоль. Если вы мне не верите, возьмите, пожалуйста, просто влажную салфетку. Давайте сразу берите влажную салфетку и смотрим на ее состав этой влажной салфетки. И если вы там видите пропиленгликоль, ставьте мне сразу что-нибудь, плюсик в чат. Да, гликоли. Есть пропиленгликоль, смотрите. Интересно о нем пишут вообще. Есть такая контора, называется FDA. Она находится в Соединенных Штатах Америки. Эта контора занимается тем, что пропускает на рынок какие-то вещи, какие-то не пропускает. Безопасная типа пропускает, а небезопасная типа не пропускает. Но так как эта компания, ну тоже она на какие-то средства может существовать, лоббирует чьи-то интересы. Короче говоря, она пропускает много такого, от чего просто уши сворачиваются в трубочку. От количества, конечно, зависит. От количества РН тоже зависит. Но вы знаете, я сейчас вам сегодня о таких вещах расскажу. Я думаю, что в любом количестве лучше эти вещи на себя не наносить. Так вот, пропиленгликоли, их вы можете встретить в продуктах питания. Вы их можете встретить в косметике. И вы их можете встретить в лекарственных препаратах. Я такие лекарственные препараты, ясно дело, не покупаю. В 2001 году было запрещено использовать пропиленгликоли для производства кошачьего корма. Ну потому что кошки меньше живут, чем люди. И видимо они сильно меньше живут, если этот кошачий корм содержит пропиленгликоль. Люди более стабильные такие структуры. На них тоже все вредности видны, но не так быстро, видимо. Поэтому Эвдея сказала про это вещество в целом безопасное. В целом безопасное, но знаете, такое в целом безопасное вещество лучше не использовать. Почему? Очень быстро проникает в кровь, стоком крови доходит до органов выведения, выделения. Это печень, это почки. И повреждающим эффектом обладает. Более того, этот пропиленгликоль способен накапливаться в тканях, потому что целиком, полностью он не может быть выведен, к сожалению. Накапливаясь в тканях, считают, что пропиленгликоль провоцирует доброкачественные опухоли. Ну а доброкачественная опухоль всегда имеет право стать злокачественной. Поэтому есть такие исследователи, которые берут удаленные во время оперативных вмешательств кусочки тканей и обследуют их на основные химические загрязнители. Так вот пропиленгликоль содержится практически в 100% образцов. Еще есть этиленгликоль, это антифриз, это фотографический проявитель, тормозная жидкость, чернила, штемпели и так далее. Ну как бы вот этиленгликоль тоже не нужно использовать. Диэтиленгликоль это вообще токсичная вещь, причем для всех, поэтому диэтиленгликоль точно вы не увидите на этикетках, он просто запрещен к использованию. Но в чистом виде получить пропиленгликоль проблематично. Полиэтиленгликоль, который я сейчас о нем скажу, он разрешен. Так вот, он содержит небольшое количество загрязнителя под названием диэтиленгликоль. И потом пойди разберись, это было допустимое количество этого диэтиленгликоля или недопустимое. Полиэтиленгликоль, возьмите, пожалуйста, любой свой крем, средний такой, в средней по цене, и вы там увидите пэк полиэтиленгликоль. Вы знаете, как бы деваться некуда, гликоли используют как увлажнители, и это популярный увлажнитель и типа натуральный увлажнитель. Ну, действительно, большое количество косметики и даже, видите, слабительных средств, лекарств содержит этот полиэтиленгликоль. Ну, это к вопросу о том, что же мы все-таки используем. Но и безопасная вещь совершенно, это бутиленгликоль. Видите, я два раза ТИ написала, к сожалению, бутиленгликоль. Вот бутиленгликоль, если это основа вашей композиции, вашего крема, то это самая такая, что ни на есть оптимальная вещь. Кто нашел гликоли, какие-нибудь из мной перечисленных на своих этикеточках, пожалуйста, поставьте мне единички в чат, чтобы я знала, что вы усвоили тему гликоли. И давайте посмотрим, как это выглядит. А это выглядит очень просто. По составу я вижу, что это, скорее всего, какой-то антиперспирант, потому что, видите, на первом месте аквавода. Кстати, видите, как интересно написана этикетка? Она написана на иностранном языке, на английском. Мелко-мелко, поэтому я говорила вам, приносите, пожалуйста, с собой лупу, чтобы вы могли рассмотреть свои этикетки. И еще, чего больше всего в данном продукте, то вынесено на первое место. Чего меньше, то на последнее. В данном составе больше всего воды, меньше всего парфюм. Крем Невский вообще нет состава. Ну, такой крем, этого не может быть, Ирэн. Ну, в смысле, нельзя покупать крем без состава. Скорее всего, состав был на картонной этикетке, которую вы выбросили в первый день использования. А на самом тюбике, соответственно, нет состава. Поэтому моя задача сегодня научить вас моментально, автоматически читать этикетки. Я очень рада, что я научилась, это не так сложно. И видеть там хотя бы те вредные 10 ингредиентов, о которых я сказала. Итак, на втором месте видите алюминий. Алюминиум, хлоридаты. Значит, это антиперспирант. Алюминий – это единственная штука, которая может остановить выделение пота в подмышечных впадинах. Поэтому его, конечно, используют. Помните, что мы неспроста потеем. Мы, скорее всего, должны потеть, чтобы выводить с потом определенное количество токсинов. Если постоянно запечатывать свои подмышки, то токсины остаются в коже подмышечных впадин, остаются в лимфатических узлах, останавливается лимфоотток и подтопление лимфатическое молочной железы. А потом говорят, что у нас эра рака молочной железы. Ясное дело. Поэтому, если у вас есть возможность не пользоваться антиперспирантами, не пользуйтесь. Что такое антиперспирант? Это который делает и сухо, и не пахнет. А есть дезодоранты. Это который делает не пахнет. Но водичка течет. То есть водичка все равно выделяется. Но это мокрые подмышки тоже не всем подходят. Поэтому, если вы серьезная барышня и вам нужно выглядеть сегодня на все 100%, вы, конечно, можете воспользоваться антиперспирантом. Но когда вернетесь домой, сразу же я тоником снимаю. Или иду в душ, или тоником сняла. Ну и потом еще в течение дня войду в душ и уберу остатки этого антиперспиранта. Просто помните об этом. Это как одежда. Одежду пришел домой, сними. Но потом из-за ЦТФ-20. А вот потом парафинум ликвидум. Я о нем вам расскажу еще. Потом идет бутиленгликоль, который разрешен. И смотрите, еще немножко ниже, через строчку, в центре строчки пропиленгликоль. Но я такое уже не купила бы. И пэк тут. Ну, в общем, короче говоря, состав так себе. Просто состав так себе. Кстати говоря, сейчас многие люди, чтобы не курить, перешли на электронные сигареты. В составе электронных сигарет на первом месте. Основа композиции пропиленгликоль, глицерин, никотин и ароматизаторы. Поэтому вряд ли это лучший вариант. Вряд ли. Не было картонной этикетки. ИРН. Значит, вы купили непонятно что. Вы купили кота в мешке. Кота в мешке покупать нельзя. Потому что если бы я делала кота в мешке, как товаропроизводитель. И даже вообще не писала бы состав, то я туда положила бы нефть какую-нибудь. Сколько та нефть стоит? Совсем чуть-чуть, что нужно для вашего крема. Оно и стоит чуть-чуть. Взяла бы нефть. Из нее бы перегнала и сделала бы мазут. Целая, вот смотрите, цистерна мазута. А потом еще перегоночкой получилось бы минеральное масло. Вот, скорее всего, в самых таких вот дешевых вариантах есть это минеральное масло. Это то, что раньше было нефтью. Видите, нефть черная, минеральное масло абсолютно прозрачное, белое, маслянистое. Очень крутая вещь в том плане, что не прогоркает, не портится запах, вообще не портится. То есть оно годами хранится. Если немножко с минеральным маслом поработать, да, из него можно сделать еще жидкий парафин. И вы видите, крем, маска для рук, персиковая, в чистом виде жидкий парафин. То есть это то, что раньше было нефтью. На самом деле, мужчины наши очень четко знают, что такое минеральные масла, потому что они знают, что заливать в свою машину. Либо синтетическое масло, видите, оно более текучее, либо минеральное, натуральное, которое из нефти сделано. Вот, оно менее текучее. Можете с ними проконсультироваться. Если вы когда-либо приходили в лес разжигать костер, вот жидкость для розжига, это в чистом виде жидкий парафин. Очень хорошее воспламеняющееся средство, все классно. И точно такие же моменты, они содержатся в наших с вами кремчиках. Вот это состав очень знаменитого крема. Вы сейчас обалдеете, когда я покажу, что это был за крем. Я уверена, что, ну вот я этого не помню, но, может быть, вот моя мама или бабушка, они были бы счастливы, если бы у них в те времена был такой вот бальзам для губ. Вы видите, что на первом месте в ингредиентном составе петролатум. Петролатум – это смесь парафина, церезина и масла, получаемого при депарафинизации остаточных нефтяных масел, серно-кислотной или селективной очистки. Поэтому сами думайте, сами решайте, позволите ли вы этому крему быть у себя на губах, это бальзам для губ, в большом количестве, в малом количестве, в начале этикетки, в конце этикетки. В данном случае тут петролатум стоит прямо на первом месте. Это основа композиции. Но почему, я думала, но почему такие серьезные товаропроизводители не гнушаются, на русском языке это называется вазелин, класть вазелин в такие средства, но они на самом деле такие еще и дорогостоящие могут быть. Но почему не растительное масло? Потому что растительное масло прогоркнет, прогоркнет. Это особенность всех растительных масел, и будет вонять. И мы поймем, что это старый продукт, не подсовывайте нам. А нефть никогда не прогоркнет. Без цвета, без запаха, не окисляется, легко хранится, длительно хранится, но это просто находка, просто эти нефтяные масла, это просто находка. Па-бам! Элизабет Арден, Элизабет Арден. Вот это тот самый знаменитый крем, который 8-часовка, не крем, а бальзам для губ. Та самая знаменитая, потом уже гигиеническая помада, да. Вот, намазала 8 часов под защитой твоей губы. Под защитой чего? А это ж, ну представляете, нефть разлить над водой, да. И рыба задохнется. Я вот вам писала письмо, да. Это комедогенная вещь. Да, от этих производных нефти вы не заболеете, там, раком, никаких других проблем не будет. Но это запечатывает кожу, потому что это пленка, которую очень сложно преодолеть. Комедоны возникают и так далее. Так вот, жидкий парафин, смотрите, как пишется ликвидум парафинум, парафиновое масло, парафинум ликвидум или парафин ойл, жидкий вазелин, петролатум ликвид, петролиум ойл и белое минеральное масло, white mineral oil. Это нефть. И если вы прямо сейчас примете решение больше не покупать нефть, то вы напишите двоечку в чат, кто нашел что-то нефтяное в своем чем-то. Что-то нефтяное в том, что у вас есть. Двоечку поставьте и напишите, где вы нашли эти вещи. Важно, очень важно, чтобы вы прямо сейчас научились читать этикетку, думать и переводить. Потому что если для вас этикетка просто набор непонятных символов, то у вас нет шанса выбрать качественное. А если вы начали видеть этикетку, читать, разбирать и видеть, у вас есть все шансы из всего количества косметических средств выбрать то, что вам нужно. Выбрать качественное, выбрать честное. Потому что косметика сейчас молодец, косметика. Ее задача содержать наш эпидермис в хорошем состоянии. Это тоненький слой, самый поверхностный слой кожи. Но все-таки надо, чтобы он хорошо выглядел, был матовый, не шелушился. Чтобы был равномерный тон лица. То есть к нему свои требования, понимаете. Ну и мамашки. Вот я не знаю, я в свое время повелась. Я не знаю, как вы повелись, вы или не повелись. Но когда у меня, вот я недавно хвасталась, ульяшки, это моя дочка, ей позавчера было целых 18 лет. Когда она родилась, я, конечно, понимала, что моему ребенку все самое лучшее. И ясное дело, что я выбрала Джонсонс Бэйби масло. Потому что его рекламировали, принесла домой. И давай же этим маслом натирать своего ребеночка. Ну потому что я же заботливая мама. Но у этой заботливой мамы, выпускницы медицинского университета, магистра медицины, акушера-гинеколога, не хватало сознания отогнуть там у Джонсонс Бэйби, у кого дома есть. Там даже состава нет, не видно состава. Я потом через много лет отогнула приклеенную этикетку и увидела состав. И когда я его увидела, я просто брякнулась. Вот где стояла, там так и брякнулась, прям села. Потому что я увидела этот состав. Смотрите, парафинум ликвидум в чистом виде, изопропил пальмитаты, это пластификатор и парфум, чтобы приятно пахло. А теперь оцените цинизм ситуации. То есть родился ребенок, и ему уже нужно чем-то для него пользоваться, детская косметика. И предлагают, смотрите, разработана специально для кожи новорожденных. Конечно, конечно. Наверное, очень большое количество ученых, прям вот с такими лбами, сидели и специально разрабатывали. Как бы так очистить нефть, чтобы специально для кожи новорожденных. Это вот, я не знаю, цинизму просто нет предела. Никакого предела. Создает легкий защитный слой на коже. Конечно, конечно. Нефтяная пленка, это точно тонкий слой, защитный. Извините, от чего? От кислорода окружающей среды? Это чтобы кожа не дышала? Идеально для детского массажа. Ну, я же говорю, не прогоркает, не воняет. Ну, да-да. Удержит в 10 раз больше влаги, внимание, при нанесении на влажную кожу, по сравнению с многими другими лосьонами, наносимые на сухую кожу. Уникальное сравнение. То есть, вот этот вот накладывают на влажную кожу, а другие на сухую. И сравнивают, сколько раз больше влаги удерживает. Как это в 10 раз? Вот как это можно измерить? Вот над каждым словом можно повисеть и понять, что вот туфта, 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 еще туфта, и туфтой погоняет. Но это цинизм, я не знаю, это просто вот... У меня других слов нет. Гипоаллергенно. Ну, да, на нефть редко бывает аллергия. Ну, и апофигей протестировано дерматологами. Наверное, дерматологи взяли своих детей и на собственных детях протестировали. И решили, что если для их детей все хорошо, можно отпускать, да, в общее использование. Ну, ладно. Ну, и теперь детям только на сухую кожу. Ну, короче, вы дочитали. Не содержит парабенов. Парабены – это консерванты. Нефть, ну, она не нуждается просто в консервантах и в парабенах в том числе. Вот такая вот вещь. И я мазала. Пришла медсестра, которая... Аллергия, да, уникальна, да. Вот, пришла медсестра, которая смотрит, все ли в порядке. Ну, первые несколько недель поддерживает. И спрашивает, а чем вы мажете складочки-то вашей дочке? Я же показываю с гордостью это масло. Джонсонс Бэби, она говорит, выбрасывайте это масло, от него бывают такие стриптодермии. Так ясное дело, теперь-то я уже понимаю, почему такие стриптодермии. В общем, доиграетесь, мамаша, выбрасывайте. Но мне не понравился тот тон, с которым эта медсестра мне это сказала. Я врач, я умная, а она медсестра. Чего это вот налезть? Я же ее не спрашивала. Продолжаю гордо мазать Джонсонс Бэби маслом. Смотрю, складки моей дочки покраснели, и наметился какой-то белый налет. Приходит моя мама, увидела это. Говорит, Лен, ты чем мажешь? Я показываю с гордостью Джонсонс Бэби. Она говорит, нет, ну это вообще... Ребенок, то есть, ну, я ребенок, в смысле, институт закончен. А мозга как-то не добавилась. Она пошла, сделала мне подсолнечного масла стерильного на водяной бане. Вот. И сказала мазать только этим. А если увидит, что буду мазать Джонсонс Бэби, убьют меня. Вот. Ну, я маму знаю, она может. Поэтому я стала мазать вот действительно этим подсолнечным маслом. Все прошло, все хорошо. Вот. Вот такая моя жизненная история. Может быть, у вас есть какие-то свои истории тоже жизненные. Напишите. Специально вам рассказала эту историю, чтобы вы осознали цинизм ситуации. Потому что у меня люди, когда начинают видеть этикетки, они в шоке. Они говорят, Лена, как такое могут допустить? Ребята, а как могут допустить пропиленгликоль в детских витаминах? Вот как могут допустить это в детских витаминах, например? Ну, я могу многие такие вещи рассказать. Ну, я так скажу, что... И фраза моя будет, скорее всего, для вас терапевтична. Закончилось время естественного отбора. То есть, если ты слаб или мал, тебя догонит хищник и тебе капец. Но началось время социального отбора. Те люди, которые не умеют выбирать пищу в магазине и покупают все подряд и едят все подряд. Они обязательно наработают лишний вес, они обязательно наработают болезни, цивилизации, от которых спокойненько уйдут раньше времени. А те люди, которые еще не умеют выбирать косметику, ну, вы знаете, кожа это орган, через который много всасывается в кровь. И это просто дополнительная интоксикация. Тоже минус годы. Подарила оливковый крем, там изопропил. Ну, да, оливковый крем. Изопропил, пальмиат, да? Или меристат, разные бывают. Как можно в детский крем? Оля Ивановна, Ольга Ивановна, что вы спрашиваете? Давайте шампуньки. Ну, смотрите, что-то вы мне так слабенько пишете, видите вы это или не видите. Давайте возьмем шампуни. Возьмите свои шампуни. Я прям вот не знаю, а кто знает, что такое лаурилсульфат натрия, лауретсульфат натрия? Просто плюсики сразу мне поставьте, кто уже в курсе этих моментов. Я тему эту читаю, наверное, лет 5-4, вот так вот, на большие аудитории. Мне кажется, что весь мир уже знает. Кто слышал что-нибудь о лаурилсульфате натрия? Слышали, молодцы. Это я вам показываю пример, как попивать водичку, чтобы не высохнуть. Хорошо, давайте смотреть. Лаурилсульфат натрия. Вы можете его встретить в таких больших бочках. Содиум лаурилсульфат или СЛС. Возьмите свой шампунь, кто еще не вентилировал этот вопрос, и сразу после воды вы получите, запятая, содиум лаурилсульфат. То есть, если вы над этим не задумывались, вы 100% купили именно такой шампунь. Ну и вот есть косметические эксперты, косметик ингредиент, организация, занимающаяся проверкой безопасности косметических ингредиентов. Так вот, напишет, что можно лаурилсульфат натрия и родственному лаурилсульфат аммония в концентрации 2%. Ну, меньше 2%, потому что 2% и выше вызывает раздражение кожи. Но это же основа композиции. То есть, если на первом месте, на втором после воды стоит лаурилсульфат натрия, это основа композиции. Какие 2%? Да там 98%. Ну, там, допустим, 50 на 50. 50% воды, 50% этого средства. Но оно классно пенится, оно действительно хорошо обезжиривает, оно хорошо смывается, очень приятно, что дает много пены, вот, и очень хорошо всасывается в кровоток. Но при этом не вызывает злокачественных новообразований. Ну, и как бы народ умрет, но не сразу, незаметно, что это от шампуни, гели для душа, зубных паст и так далее. Я всем реклавирую, уже год мою ржаной мукой плюс вода, как сметана, здорово. ОРН, не знаю, вряд ли я пойду на такие, на такие кардинальные способы. Смотрите, я за натуропатические все подходы, но я четко понимаю, что я очень быстрый человек, вот, то я туда поехала, то я сюда поехала. Ну, в общем, короче говоря, надо, чтобы все и удобно было. Есть нормальные шампуни с хорошим запахом, с хорошим составом, почему нет. Просто у меня подружка, а это ж мы еще в медицинском университете учились, а до нее уже тогда все это дело, как бы до сознания дошло, и она у меня гостила. И смотрю, она говорит, Лена, у тебя есть яйцо? Говорю, конечно, у меня есть яйцо. Дала ей яйцо, она говорит, дай мне еще одно, дала два. Иду, смотрю, что она с ними делает. Она отделила желток от белка и в холодной воде этим желтком вымыла волосы. Говорю, хочешь попробовать? Так, так, классно, такие мягенькие волосики. Думаю, ну надо же, да, надо, это хороший вариант, конечно. И взяла, тоже попробовала. Но я терпеть не могу холодную воду, мне нужно погорячее. И, в общем, я когда смывала это все дело, во-первых, не пенится нифига, вот, и когда я смывала, видимо, все-таки остатки вот этого белка, который яичного до конца я не удалила, смывала горячей водой. И, в общем, это все дело у меня посворачивалось в волосах. До сих пор это помню, но, в общем, не пошло у меня. Сейчас я рассказываю, рассказываю, чем рекомендую. Это я просто, это я зарисовочку такую, что, типа, вот это вот примерно одинаково, чем мы голову моем и чем моют автомобили. На самом деле, я перепроверила, автомобили лаурилсульфатом не моют. Автомобили моют с теми средствами, которые у нас стоят с вами в качестве средства для мытья посуды. Вот это точно, вот это вот точно. Это я прям перепроверила. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот, смотрите, это умывалочка, это даже не шампунь, но здесь вода на первом месте, на втором пропиленгликоль. Вот я как бы дохожу до вредного ингредиента. И если дошла глазами, сразу ставлю на место. Потом идет глицерин и содиум лаурилсульфат. Все. То есть, понятно, эффект мыли нет, за счет чего. Понимаете? Дальше можно вообще не читать, ну, как бы не имеет никакого смысла. Что-что, весь интернет забит рекламой. Екатерина Станкевич, информационное свойство волос и прочие батарейки в голове и волосы, как средство связи с космосом. Ну, прям не знаю, как средство связи с космосом. У меня просто другая тема. Смотрите, я же не могу знать все, да? Что-то я на себе проверяю, связь с эгрегорами там, вот, ну, тоже практикую, да? Ну, и это как пользователь. Да. А здесь я разобралась так вот, чтобы почистить у себя всякие неприятности и, ясное дело, может быть, вам подсказать. Итак, чем пользоваться? Вот если нельзя пользоваться чем-то, надо же об этом сказать. И надо сказать, чем пользоваться. Лаурет Сульфасакцинат. Если у вас в шампуньке это основное моющее вещество, то это хорошее вещество, которое вам не навредит. Лаурил Глюкозит. Синтезируется из глюкозы или Кока Глюкозит. Лаура Амфоцитат. Тоже различные варианты. Из кокосового масла его делают и так далее. И, ну, вот основные источники кокосовое масло или глюкоза. Вот, поэтому всегда есть выбор. Всегда есть выбор. Даже если вас проглотили, можно вверх идти, можно вниз идти. Знаете это, да? Ну, хорошо. Смотрите, это мы с вами умылись. Обычно рекомендуют, вот ты умылся, да? Желательно не хозяйственным мылом умыться, чтобы не сушить кожу, да? А каким-нибудь хорошим средством с правильным мылением, с правильным поверхностно-активным веществом, с травочками какими-то. А потом нужно протонизироваться. И вот я вам так скажу. У нас большой город, миллионник. И я когда вот эта вот, меня информация посетила, когда я вот офигела от такой информации, мы с друзьями решили провести такую вот, знаете, акцию по городу, собрать всех косметологов и вообще прочитать им эту лекцию, чтобы они вот понимали, что мы знаем, мы потребители, мы знаем, мы хотим от них адекватных решений, мы хотим от них адекватных составов, а не просто ту профессиональную косметику, которую они вот реально умеют хорошо продавать. Но эта косметика, к сожалению, содержит все, что я вам сейчас сказала. Ну, плюс к этому я заготовила еще тему по коже с точки зрения на корнии, от чего там красные точечки, от чего пигментация, допигментация. Ну, в общем, мы заготовили очень серьезное мероприятие. Как вы думаете, сколько человек из миллионника пришло, если мы охватили всех? То есть мы обошли абсолютно все, у меня большая команда была, мы обошли абсолютно всех косметологов, абсолютно все косметические салоны, мы сделали очень красивые приглашения, в общем, мы готовились к этому мероприятию больше месяца. Пришло три человека. Очень интересная тема, очень интересная тема, захватывающая тема для косметологов, понимаете? Так вот, очень часто, если вы используете тоник, я считаю, что тоник действительно нужно использовать в большом городе, где пыльный, грязный воздух, где есть много машин и где есть много производств, иначе эта пыль осаждается на секрете сальных желез и образуются вот эти черненькие точечки, да? Вот, я с Эрн согласна. Так вот, нужен тоник, но посмотрите в состав. Если там есть алкоголь Денатурат, я вот просто не рекомендую пользоваться таким тоником. Где еще можете найти алкоголь Денатурат? К сожалению, в кремах, призванных защитить вас от ультрафиолетовых лучей, от ожогов и от ультрафиолетовых лучей. Как работает алкоголь Денат? Причем другие формы алкоголя, они допустимы. Есть ацетиариловый алкоголь, ну и так далее. А вот алкоголь Денатурат, он обезвоживает глубокие слои эпидермиса, самые живые. Если самые глубокие, самые живые клеточки, которые еще делятся обезводить, то, соответственно, на поверхность вообще чешуйки поднимутся, это будет сухая кожа и возникнет зависимость от данного средства. Используешь средство, ну нормально, хорошо себя кожа чувствует, потому что то, что мы извлекли из глубоких слоев кожи, поднялось на поверхность и кожа кажется увлажненной. Отменил средство, привет семье. Поэтому вот этот Денатурат, почему пить нельзя яд, вы понимаете, что это яд, причем такой довольно серьезный, это технический спирт. Алкоголь Денатурат теперь будете видеть на своих этикеточках. Всем любителям плацентарных экстрактов посвящается. Эту информацию я с ужасом нашла, просто, вы знаете, мне надо было подобрать вот то, чем бы я никогда не пользовалась, и я вот веду такой поиск, скроллю интернет, и я нашла кучу сайтов, где люди прямым текстом говорят, одни женщины учат других, зачем тебе вся, все это, все, что советуют, все это туфта. На самом деле, просто возьми плацентарный экстракт, смешай вот это с этим, сделай маску, и ты будешь королевна. Конечно, за счет чужих эстрогенов. Плацентарный экстракт – это гормоносодержащая субстанция. Видите, водный экстракт, и сконсервированный на холоду плаценты человек. Давайте я определю но. Но, первое но, если вы снаружи даете эстрогены, ваши яичники думают, за нас работают, и начинают уходить в спячку. Они не будут делать гормоны, чтобы не было передозировки, потому что передозировка – это вход в различные патологические состояния. Вот. Но, собственно, так работает контрацепция. Когда мы кушаем контрацептивы гормональные, наши яичники, почему мы не беременеем? Яичники перестают давать рост эндометрия, перестают давать овуляцию, яйцеклетка перестает образовываться, расти. Вот. Ну и все. И мы не можем, ясное дело, у нас хороший контрацептивный, замечательный эффект наступает. За счет того, что яичники пошли на заслуженный отдых. Отменяя эти контрацептивы, яичники делают так – и начинают просыпаться. Вот примерно так это работает. Ну, понимаете, там понятно с целью контрацепции, а здесь, как долго вы будете использовать плацентарный экстракт? Пока будете использовать, будете, конечно, с такой более красивой кожей. Но это приведет к снижению количества ваших собственных гормонов, а когда отмените? Ну, то есть, знаете, вот об этом нужно, об этом нужно говорить. В климаксе это же не вредит, а наоборот. Не случайно за рубежом столько десятилетий ЗГТ существует, а у нас остеопороз процветает. А я не против. Я просто вам говорю, как это работает. Действительно, заместительная гормональная терапия – это таблеточки, которые содержат определенное количество гормонов. И в целом, если вы вошли в период климакса, у вас два варианта. Либо тихонечко становиться бабушкой с остеопорозом, либо что-то делать. Если выбрали что-то делать, можно выбрать ЗГТ, а можно в целом выбрать травяной подход к решению этого вопроса. Потому что Зоя ЗГТ, ну вот когда я училась в институте, это было давно, 20 лет назад, все прям кричали об этом ЗГТ, и я себе точно сказала, это ж мне было лет 25, что когда я достигну этого интересного возраста, пойду себе спокойно на ЗГТ и не буду стареть. Но сейчас об этом помалкивают, потому что есть определенное количество побочных моментов. Во-первых, ЗГТ не всем показано. Женщины, у которых были миомы, или сейчас есть миомы, гиперплазия, эндометрия, не дай бог злокачественного образования. Женщины, у которых повреждена печень, женщины, у которых есть варикозное расширение вен, были тромбозы, нарушение свертывания крови. И, ну, это факт, происходит повышение частоты рака молочной железы. Ну, да, Ирэн, давайте так. Не то, чтобы она утверждает, просто есть различные исследования долгосрочные. Видите, женщины Западной Европы включились в ЗГТ в тот момент, и действительно были получены хорошие результаты. Меньше остеопороза, меньше инсультов, инфарктов, но вот с рака молочной железы, к сожалению, вот такая ситуация. Ну, растительное ЗГТ, смотрите, там опять-таки, какой механизм? Если говорить обо мне, то я очень люблю дикий ямс. Дикий ямс, мексиканский вот этот, да, из него в лабораторных условиях получают диазгенин, а из него уже пригненолон, а из того в организме делается гормон молодости, дегидроэпиандростерон, а из того делается прогестерон, а у прогестерона еще три пути, как бы пошло развитие, там либо, ну, там три пути, как синтезироваться, какие гормоны. То есть, в принципе, это предшественник прогестерона. Вот за это я его, собственно говоря, и люблю, этот дикий ямс. Есть еще другие травки, которые похожи, может быть, больше на эстрогены. Те уже работают непосредственно с рецепторами. Понимаете, что такое вход в интересный промежуток времени, вход в климакс? Рецепторы, рецепторы, это воспринимающие такие антенки, усики, они как были, так они и есть на всех гормонозависимых тканях. Например, гормонозависимая ткань – это кость. И есть остеобласты, которые имеют эти рецепторы. Если мы дадим гормон в достаточном количестве, рецептор поймет, ага, гормон есть, значит, давайте я запущу строительство костной ткани, поэтому не развивается остеопороз. А, то же самое фибробласты. Ага, давайте я запущу образование коллагена, поэтому не развивается обеднение коллагенового слоя, ну, кожи в данном случае, да, и так далее. А если не раздражать эти рецепторы, соответственно, в клетке ничего не происходит, понимаете? Вот, и растительные травки, ну, растительные компоненты в травах, они либо прогистиноподобные, либо эстрогеноподобные, либо сочетанные. Вот такая есть классификация. И они нормально работают. Нормально. Прессованные дрожжи. Дрожжи. Это польза или вред? Ну, вот прессованные дрожжи, хлебопекарные, это вы просто посмотрите, из чего делают. Галина, вот смотрите, берете прессованные дрожжи, да, и забиваете ГОСТ. Там же по ГОСТу вы же не просто так ТУ какие-нибудь возьмете дрожжи, вы по ГОСТу возьмете дрожжи. Забейте ГОСТ. Из чего делают? Потому что если это, не дай бог, прессованные дрожжи, хлебопекарные, то там несколько видов соляной кислоты в составе и так далее. У меня просто отдельная тема есть на эту тему. А, допустим, пивные дрожжи, это замечательный источник витаминов группы В. Для кожи тоже нужны витамины группы В. Но я сегодня попытаюсь немножко глубже копнуть. Понимаете, в возрастных изменениях лица не столько кожа виновата, сколько структуры, которые находятся под ней. Работает ли растительное ЗГТ против остеопороза? Да, я это вижу. Я это вижу, Зоя. Слышала, что сухие французы полная химия. Французские? Слышала, что сухие французские, что полная химия. Ольга Ивановна, я не понимаю с полуслова. Итак, хорошо. Подождите, это я по плацентарному экстракту. Первое, это вмешательство в гормональную структуру женщины. Второе, скажите, а вот эта консервированная на холоду плацента, она была обследована на все инфекции группы Торч, она была исследована на вирусной гепатит С, на болезни, передающиеся половым путем. Да? Точно? Она спит. Точно? Точно? Была исследована. Ну, только вопросы, да? Вот такие вот вопросы. Потому что продаются вот такие вот масочки, и прям так вот руки иногда и тянутся быстренько купить. Тем более, что очень-очень хорошо создаются рекламные тексты. Сейчас я прочитаю, подождите. Смотрите, плацентарные маски на основе живого биоматериала. Какого живого? Где там живой биоматериал? Плаценту взяли? Это живой биоматериал? Ну, ладно. Для коррекции лица. Они омолаживают организм в целом, ну, за счет того, что гормонов напихают нам чужих, да? И имеют выраженный космический эффект. Благодаря запуску, смотрите, как поэтично, собственной программы регенерации эпидермиса. Ну, вот, молодцы. Проводя 10-дневный курс применения живых плацентарных масок, клеточной терапии, то есть набор слов, вы получите гарантированный долгосрочный результат, то есть 10 дней испробовали, да, 10 дней помазали, использовали на себя. Долгосрочный гарантированный результат нехирургической подтяжки лица и омоложения. Ну, то есть набор слов, которые, ну, за ними никакой ответственности на самом деле. Так, слышала, что французские, что полная химия, из химии сделаны Ольга Ванна. Французские, что? Я написала там свое мнение, мне написали, что я не совсем в уме. Дрожжи, да, хлебовикарные по ГОСТу. О, замечательно, Галина, просто отошлите им этот ГОСТ, пусть почитают, что они мажут вообще на лицо себе и что советуют людям. А, дрожжи. Не знаю, надо смотреть состав. Итак, давайте смотреть состав экстракта плаценты. На русском языке я не нашла, я вам переведу. Препарат содержит карбоновые, нуклеиновые, аминокислоты. Ну, тут... Ну, ладно. Глюкоза миногликаны, ацетилхолин, ацетилхолиноподобные вещества, 17 кетостероидов. То есть мы еще вмешиваемся, на самом деле, в надпочечниковые дела и эстриол. Повышает резистентность организма при различных заболеваниях, ускоряет процесс регенерации, рассасывание в патологических измененных тканях, нормализует процессы обмена. Ну, в общем, все вместе напихали, прям все вместе. Просто я для чего вам читаю, что, используя эти вещи, вы вмешиваетесь еще в метаболизм надпочечников. И смотрите, самое главное, а это здесь написано, стимулирует гипоталаму, гипофизарно-надпочечниковую систему. Когда вы вмешиваетесь в дела надпочечников и яичников, еще реагирует гипофиз, гипоталамус, которые сидят в головном мозгу, и они на самом деле редактируют количество гормонов. И они дают приказ яичникам заснуть. То есть их количество тоже меняется. Это прямое вмешательство во всю огромную систему, которая называется гормональная регуляция. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Конечно, мы все хотим быстрых каких-то результатов, но вряд ли это вот такой ценой. Ну, еще эластин, коллаген, альбумин – это крупные белки. И я точно знаю, что женщины знают, что эти белки, чем их больше в дерме, тем дерма пышнее. Соответственно, хотят, прям спрашивают, что у вас есть крем с коллагеном. А с коллагеном ли этот крем? Более того, многие женщины пьют тоже название такое – косметический коллаген. Вот, в такой юношеской надежде, что этот косметический коллаген, прошедший через желудочно-кишечный тракт, обязательно станет вашим собственным коллагеном и именно в коже. Вот, интересно, какое. Такое впечатление, что прям каждая молекула подписана. Я для кожи, я для кожи. Ну, давайте так. Что будет, если намазать эластин, коллаген или альбумин на поверхность эпидермиса? Вот здесь, видите, там, где чешуйки. Это крупные молекулы, это белки, крупные молекулы. Как они пролезут через вот такой плотный чистокол многослойного плоского орогревающего эпидермиса? Ладно, если бы даже они могли пролезть, но они не могут и долезли до базальной мембраны, самая нижняя такая черточка волнистая. Базальная мембрана имеет определенного размера поры, например, 5000 молекулярных единиц, а белок 300 тысяч молекулярных единиц. Это слон, он не пролезет в игольное ушко никогда. То есть то, что на ваших кремчиках написано коллаген содержащий, это просто рекламный ход. Ну и есть, конечно, минус, запечатывает кожу тоже комедогенные вещи. Но если пить пищевой коллаген, знайте, что коллаген вообще не самый легкодоступный и не самый легко усваиваемый белок. То есть вам пригодится большое количество ферментов, чтобы расщепить на самом деле этот сложный белок до простых аминокислот. Эти аминокислоты придут в кровоток и будут розданы всему организму, не обязательно коже. Кожа вообще не жизненно важный орган. Жизненно важный орган, печень, почки, головной мозг, им дадут в первую очередь. И если они уже наелись, то как остатки с барского стола, что-нибудь там шевернут этой коже. Пусть достраивается, скажем. Но обычно, к сожалению, люди так питаются, без акцентов на белок, содержащий продукты, что коже, как правило, ничего не достается. Вот, знайте об этом. Вот, ну и я сегодня еще хочу поговорить по поводу формальдегидов. Формалин, формальдегиды. Да, кожа по остаточному принципу, кости галины по остаточному принципу, связки наши по остаточному принципу, мышцы по остаточному принципу. Только жизненно важные органы, которые сидят на основных магистралях. Вот они в первую очередь питаются, да. Ну давайте по поводу формалина. Ну вы видите лягушку. Это наше впечатление о медицине, не первые, да. Формалин, трупы, лягушки. Вот формальдегид, формалин. Замечательное средство, чтобы остановить разложение мертвой ткани. И каково было мое удивление, потрясение, когда я увидела, что действительно, я сначала не поверила, но потом перепровела информацию, формальдегид, формалин закладывают в наши косметические средства, как консервант. Ясное дело, что это делает только ширпотреб, потому что даже мидл маркет, он уже не имеет права так поступать. То есть самые дешевые кремы, вот некоторые говорят, я пользуюсь самым дешевым, и мне хорошо, классно, покажи свой самый дешевый крем, я посмотрю хотя бы на консервант. Вот. Это очень опасно, потому что формальдегид, он точно проникает в кровь и выводится через печень, почки. Это очень травмирующая вещь. Ну в общем, я вам сейчас просто покажу основные производные. Сам по себе формальдегид не заложит, а его производные вы можете увидеть в любом количестве. Куда надо смотреть? На состав, но только последние строчки этого состава, в конце уже, да. И вы увидите, возможно, производные формалина. Они свертывают белки, то есть они денатурируют белок, и это очень токсично. И медозалидин уреа. Я встречаю на каждом шагу. Зайдите в магазин, который между проходной и вашим спальным районом. Вот магазин, знаете, где продается тысячи тюбиков этих вещей. Берите любой. И вы там увидите. И медозалидин уреа. Это мочевина. И медозалидин мочевина. Производная формалина. Кватерниум 15. Ну на самом деле циферки бывают разные. Тоже производные. Метамин. Ну как-то метинамин. Не видела, честно говоря. Диазалидин уреа часто. И очень часто. Ди-эм-ди-эм. Гидан-то-ин. Вот эти четыре большие буковки. Ди-эм-ди-эм. Ну это просто вот очень часто. Вот. Вот эти основные Е. Очень-очень часто встречаются. Вы знаете, лучше вообще не пользоваться ничем, чем пользоваться таким. И я, наверное, попрошу вас просто вашим деткам или внукам вот просто найти эти производные формалина. Они в интернете. Вы можете. Производные формалина. Enter. И на вас что-нибудь такое свалится. Прям распечатать и всем подарить вокруг, чтобы люди перестали себя отравлять. Обрабатывать рисовые хранилища, чтобы не заводился рисовый жук. Очень вполне вероятно. Ну вы знаете, вообще жизнь есть болезнь со стопроцентной летальностью, передающаяся половым путем. Поэтому жить в принципе вредно. Но мы с вами осознанные люди. И мы по крайней мере можем с вами ограничить количество вредных ингредиентов в косметике, в еде. Ну хоть так сработать. Это же мы можем с вами сделать. Мы же можем сделать выбор. Купить хорошую косметику, не купить косметику вообще, или купить плохую косметику. Вот моя задача, чтобы вы начали разбираться, где плохая косметика. Ну и вот помните те времена, когда все стали покупать мыло Сейфгард. Я, честно говоря, тогда не поняла фишку. И мне объяснили, иностранцы мы вместе с ними учились в медицинском университете. И эти иностранцы, что они сказали? Они говорят, у нас такие мамы классные. Наши мамы специальное мыло нам давали в детстве, чтобы не развивались бактерии на руках. Вот так вот. Представляете? И тут прошло много лет, видимо, и это мыло Сейфгард пришло на наши территории. И посмотрите, как интересно работает этот триклозан или хлорфиникол. До применения действительно много бактерий, а после применения меньше бактерий. Но посмотрите на качественный состав. До применения было много позитивной микрофлоры, а после применения очень много негативной микрофлоры. Поэтому вот эти все антибактериальные мыло, потом шампуни, которые содержат триклозан, чтобы перхоти не было, вот это вот все тоже, это вещи, которые провоцируют развитие негативной микрофлоры. Дегидрокверцитин. Кверцитин – это хорошая вещь, сам по себе кверцитин. Очень мощный антиоксидант. Карбомер, циклопентак. Ну, Лена, если бы я знала все, уже была бы, я бы вознеслась уже, наверное. Слава Богу, я знаю не все. Знаете, как я научилась разбираться в этой теме? Очень просто. Вот сейчас я расскажу, и потом прочитаю, чтобы мне написали. Ко мне пришла подружка, ну не подружка, знакомая женщина. Вот. И она работала в косметическом проекте, очень мощном на тот момент. Вот. И давай задавать мне правильные вопросы. Чем я мываюсь, чем я тонизируюсь? А я не могу ответить ни на один ее вопрос. А мне 35 лет. И вот она меня подвела к зеркалу и показала все проблемы, которые есть у меня. Вот. И говорит, ты, понимаешь, ты, ну, видная женщина, и ты не имеешь права не ухаживать за собой в системе. И я поняла, что, ну вот она меня пристыдила, понимаете. Я поняла, что я должна ухаживать за собой в системе. Хороший такой вот ход был. Говорю, ну давай, вот все, что нужно, ну я буду покупать, конечно. И этот набор косметики стоил очень приличные деньги. Я говорю, так, ну давай я с этой мыслью как-то пересплю. Можно ты мне оставишь набор, и я, ну, почитаю еще и так далее. И уже приму решение, покупать или нет. Она мне оставила этот набор. И что я сделала? Я пошла в Google. Я пошла в Google и все загуглила. И это длилось целую ночь, потому что я никак не могла остановиться. Я была просто шокирована, раздавлена вот этими ингредиентами. В общем, с тех пор я начала читать этикетки бегло. На следующий день мы с ней встретились, и я ей сказала, знаешь, я, конечно, не знаю, ты знаешь, что ты продаешь очень нехорошее средство, или не знаешь, но я думаю, что тебе ко мне больше не надо обращаться. Вот так вот мы с ней и поговорили. И я ей тогда сказала такую фразу. Я благодарна себе и своей интуиции, что до 35 лет, пока я не обратила на это внимание, я не мазала на себя туфту. И я уверена, что все равно я выгляжу свежее тех людей, которые мазали эту туфту с 25 лет. В каких видах косметики можно встретить производные формалина? В шампуне нет, а в кремах огромное количество. Эля, возьмите любой ширпотребовский крем и посмотрите на конец состава. И вы это дело увидите. Поэтому, Леночка, я вам ответила на ваш вопрос вот таким вот образом. Если я чего-то не знаю, я вам сегодня, я же не страшилку рассказываю, я всего 10 ингредиентов вредных вам, ну или 10 основных категорий рассказываю, которые точно нужно вышвырнуть, а все остальное плюс-минус на ваше усмотрение. Гиалуроновая кислота – это то, что содержится в дерме и то, что привлекает на себя водичку, ИРН. И нам нужна гиалуроновая кислота. Но там она зависит от того, она довольно крупномолекулярная и может не пройти через эпидермис. Поэтому есть гиалуроновая кислота, которую каким-то образом уже ферментируют, разделяют на какие-то мелкие запчасти. У меня тогда вопрос, а она тогда рабочая или не рабочая? Поэтому по поводу гиалуроновой кислоты лучше питаться таким образом, чтобы ваши фибробласты, которые живут в дерме, делали гиалуроновую кислоту, делали гликозами на гликаны для того, чтобы пышная дерма была. Это уже вопрос питания. Но это, знаете, редко кто хочет питанием заниматься. Мы же что хотим? Мы хотим быстро. Намазал чудо-крем, все, все, что обвисло, подтянулось, все, ну короче говоря, все моментально. Поэтому гиалуронка классно, но она работает в дерме. Если ваша гиалуроновая кислота из тюбика реально, доказанно попадает в дерму и там работает, а это уже доказательная косметология, это вам товаропроизводитель должен доказать. Должен доказать, что она, как доказывает. Берется на интересующий препарат, вешается радиоактивная метка, наносится на кожу. Это лабораторные условия. Через некоторое время проверяется, где находится радиоактивная метка. Если она в дерме, значит этот крем содержит вещество, которое способно провести полезный ингредиент в дерму. Это называется доказательная косметология. Так, состав на креме, на коже вокруг глаз, выше. А, это состав такой, я поняла. Это мне, Лена, такой маленький состав? Это, вы знаете, вам, наверное, основной состав сбросили, Лена. Таких маленьких составов не бывает. Смотрите, еще какая вещь. Ко мне временами обращаются люди, знают, что я читаю такую лекцию. Говорят, ой, Лена, у нас, я представляю такую косметическую компанию, крутую. И вот у нас реально очень крутые вещи. Я говорю, ну сбросьте, я посмотрю. Сбрасывают рекламную часть. Говорю, не, ребята, мне рекламную не надо. Вы мне, пожалуйста, этикетку. Вы мне сфотографируете этикетку и сбросьте мне этикетку. И когда они это делают, ну вот там уже весело, конечно. А, я поняла. Ну, дегидрокверцитин – это хорошо. Итак, пошли дальше. Что мы дальше должны с вами разобрать? Ну, фтор, флюорид, да? Флюорид. Почему я сейчас о нем заговорила? Потому что зубной пастой пользуются все, даже те, которые, ну, больше ничем не пользуются. Вы знаете, очень много циничных вещей в нашем мире. Чем больше я живу, тем большее количество циничных вещей я встречаю. Вот. Не потому, что там у меня сознание становится негативное. Ну, может быть, и это в том числе. Хотя я работаю над собой. Но. Представляете, насколько токсичен фтор вообще в любых своих проявлениях. И фтор является побочным моментом в эмиссии металлов, при производстве некоторых удобрений. И для того, чтобы утилизировать этот фтор, нужно много денег, разрешений, какие-то там могильники и так далее. Поэтому, как проще всего утилизировать то, что очень сложно утилизировать? А давайте мы это просто возьмем в большое разведение и раздадим всем. Они не погибнут сразу. Это несколько снизит продолжительность жизни, несколько снизит ее качество, но ничего. Поэтому родился такой миф. Вот вы, потом я вернусь к этому слайду. Это не я. Это просто, понимаете, нет дыма без огня. Есть такой исследователь, журналист, продюсер BBC Кристофер Брайнсон, который 10 лет жизни угрохал на подбор фактов, слухов на тему фторидов. И целую книжку написал в Тор большой обман. И вот это вот я в двух фразах вам сказала суть этой книги. То есть примерно так оно и было. То есть нашелся какой-то исследователь, который исследовал вопросы зубной эмали. И ему, он провел исследование, которое четко доказало, что использование, ну фторирование, использование фтора укрепляет зубную эмаль. Ну и опубликовал свои исследования и на него обратили внимание. Вложили в него кучу денег для того, чтобы его лаборатория проводила еще такие исследования. Он когда получил много денег, он перепроверил свою точку зрения и сказал, что извините, я ошибся. А вот на самом деле все иначе. Но его попросили замолчать. А вот и с тех пор как-то вот этот фтор, ну вообще стоматологи, наверное, вообще плохо относятся к моим заявлениям. Потому что там на фторе очень много у них построено, да. Но вы знаете, каждый из нас должен что-то для себя выбрать. И я выбрала. Пока они там не разберутся с этим фтором, нельзя, нельзя, я не могу перепроверить. Я обычный обыватель. Я не использую. Поэтому если вы сейчас возьмете свою зубную пасту и найдете там флюорид, флюор, фтор, пожалуйста, ну примите какое-то свое решение. Потому что когда вы используете фтор, а это яд в любой дозировке, причем нейротропный, это нейротоксин, который уменьшает способность запоминать память. Да, кстати, исследования проводились еще в концлагерях, но чтобы и люди были такие овощеподобные, достаточно небольшое количество фтора. А вот, и когда мы обрабатываем ротовую полость утром и вечером, то большое количество фтора всасывается непосредственно в кровь из сублингвального пространства, минуя печень. Минуя печень. То есть это сразу структуры головного мозга. А ваш ребенок, он может полтюбика съесть, если это вкусно. Понимаете? Сейчас посмотрю, что вы мне пишете. Спасибо, что вы мне пишете. Ну вот, изопропил и изостеорат это пластификатор. Силиция это песок. Пэк. Нормальный состав. Ну, по крайней мере, таких откровенных вредных ингредиентов, о которых я сейчас говорила, нет. Но циклопентасиуксан. Мне надо посмотреть, что за действующее вещество первое. Смотрите, после воды первое действующее вещество, нужно на него взглянуть. А так ничего особенного. Так, а вот прямоугольники. Черные, зеленые, синие. Что это? Треугольники на тюбиках крема, зубной пасты и так далее. Смотрите, да, я тоже слышала об основании, что если черная рисочка, значит это вредно. Если там зеленая, значит не вредно. Ну, смотрите, когда это делает же такой большой моток, из которого просто нарезают нам тюбики. Да, то есть, чтобы сформировать тюбик, берется большой такой моток и вот какой-то механизм отрезает нужное количество. Так вот, эта меточка, это там, где нужно резать. Меточка там, где нужно резать. Если вы заметили, эта меточка примерно такого цвета, как дизайн самого тюбика. Или просто черная. То есть, это метка для производителя самих тюбиков. Нет тут, ну, понимаете, такая, люди считают, что это какая-то скрытая классификация. Я думаю, что это не так. Давайте так. Это не так, и я так думаю. Смотрите состав. Нет упрощения здесь. Не позволяйте себе здесь упрощения. Кто-то вам не будет ставить черные метки. Если я делаю там плохую, допустим, плохой крем, но это я его делаю, этот плохой крем, к примеру. Да я не поставлю просто черную метку. Я поставлю белую метку или красную какую-нибудь метку. Какую вам надо, чтобы вы купили. Такую метку я поставлю. Что за чепуха? Смотрите состав. Не бывает простых выходов. Состав всегда сложнее прочитать. Но вы теперь уже можете. Вы же теперь уже можете. Но я знаете, о чем хочу сказать? Я хочу сказать о том, что небольшой промежуток времени прошел, лет сто, и мы стали намного чище. Кстати, намного лучше выглядеть стали. Намного лучше одеваемся. Намного лучше кушаем. За последние сто лет человечество побороло на самом деле голод. В 2007 году на нашей планете стало больше умирать людей от переедания, болезней цивилизации, связанных с перееданием, чем от дефицита питания, от голода. То есть мы побороли. Но у меня такой вопрос. Ну неужели вот так много нужно использовать разных средств? Неужели мы такие грязные или такие некрасивые? Посмотрите, шампунь, помада. Это ж мы еще не трогали декор в декоре. И я даю много поблашек, потому что белая косметика, ты ее втираешь, а декор ты просто красишь реснички. По идее, с ресниц-то ничего не всасывается или какой-то мизер. Поэтому декор может содержать еще более дикие составы на самом деле. Посмотрите, сколько всего наносится на кожу, которая является органом, который все-таки подает эти вещества в кровь. Соответственно, довольно серьезные интоксикации могут быть. Ну а теперь еще такой вот момент. Я предупреждала вас, что первая часть будет связана с тем, что мы проведем прям курс потребительской грамотности по выбору косметических средств. Но я хочу еще вот что сказать. Это то осознание, как я уже к нему давно привыкла, но оно меня, честно говоря, перепахало в свое время. Что человек, он склонен работать с тем, где он видит проблему. Например, если он видит проблему на коже, на лице, на коже именно, да, то он работает с кожей. Косметика – это работа только с кожей. Она не идет в глубокие слои даже эпидермиса. А наше лицо, которое на себе претерпевает возрастные изменения, оно многослойно. А, и смотрите, вот у меня есть отдельно вот эта тема по мезотерапии, по введению разных нитей, ботокс, вот косметику сегодня еще добавила, да. Посмотрите, на самом деле, вот эта кожа, все воздействия на кожу. Но есть же еще подкожно-жировая клетчатка. Если замечаете, полненькие барышни, они выглядят лица прям вот такие вот наполненные, да, никаких проблем. Стоит похудеть, уже как-то там где-то провис, где-то висючка и так далее. Подкожно-жировая клетчатка. Почему никто не говорит о ее интересах, о интересах подкожно-жировой клетчатки? Почему никто не говорит о интересах третьего слоя мышечный? Ведь, смотрите, это очень просто. Вот, смотрите, я подняла брови. Что я сделала сейчас? На самом деле, я сократила лобную мышцу. Вот моя лобная мышца, я взяла ее подъемом бровей, сократила. То есть, я сократила такую кулиску, которая находится под кожей. Эта мышца очень плотно связана с кожей, и кожа ни в чем не виноватая. Заложилась вот такими морщинками. И если это делают часто, то морщинки настолько глубокие, настолько глубоко они там закладываются, что я уже и лоб расслабила, а морщины остались. Прям шифер такой, да, как помните раньше, стиральные доски. Лоб как стиральная доска. Так, слушайте, может быть, работать на самом деле с мышечным слоем, а не с кожей, которая, я не знаю, как она нас вообще терпит. Понимаете? Вот если посмотреть на проблему, есть такая фраза, не можешь решить проблему, значит, ты решаешь ее не с того уровня. Да цивилизация все время мажет эти морщины. Все время цивилизации, сначала их мазали маслами растительными, потом придумали кремы, потом, когда химизация началась, начали нефтью мазать. Эти морщины постоянно чем-то обрабатывают. И что? Они все равно на месте. Да, мы можем сделать так, что кожа перестанет шелушиться, но морщины-то, они останутся на месте. Но это же так. Поэтому, если цивилизация до сих пор не смогла справиться, давайте просто посмотрим по другим углам зрения. Со стороны мышцы. Подмышцы. Еще четвертый, пятый слой. Это надкосница, это костная ткань. Это костная ткань. И вы, наверное, ну вы точно знаете, вы мне прямо сегодня вопрос задавали по поводу этой костной ткани. Остеопороз. Остеопороз не только на шейке бедра ломается. Остеопороз это общий процесс потери воды, потери белка и потери коллагеновых структур, косточки. И косточка усыхает. На усохшей косточке, знаете, есть такая фраза, бабушка, божий одуванчик. Это женщина, которая, она прям вот высохла вся. Она прям вот как, ну, сухая тростиночка. То же самое и в лицевом черепе. То же самое и в мозговом черепе. И вот эти вот ребята, которые находятся в ткани, которые находятся над косточкой, как им? Им надо соответствовать уменьшившемуся объему. И получается, мышца сокращается, она эластичная, она как резинка от трусов. Ну, ладно, сократилась. А кожа, она как ткань, которая над резинкой, которая от трусов. Она складывается в гармошку. И получается вот такая интересная история. Вот такая интересная история. Посмотрите на дяденьку. Это он перекачал мышцу. Он просто из длинной мышцы сделал короткую такую мышцу. Вот укоротил ее. Мы от него ничем не отличаемся. Только он это со скелетной мускулатурой сделал. А у вас на соседнем снимочке вот эта вот часть. Это часть круговой мышцы глаза. Круговая мышца глаза сокращается вот таким вот образом. И поперек укороченной части образуются так называемые гусиные лапки. Вот они, эти гусиные лапки. Это морщинки. Ничем не отличается от дяденьки. То есть мышцы, они как бы вот, они сокращаются. Они перекачаны, можно так сказать. Постоянно сокращенная мышца, организм не дурак держать постоянный гипертонус. Например, женщина вышла без очков, вот, и целый день пытается что-то там рассмотреть. И постоянно эту мышцу, круговую мышцу глаза, держит в состоянии напряжения. Организм не дурак, он поддержит состояние напряжения. Потом скажет, что это я? Давайте мы там запустим процесс рубцевания. Она, вот, если хозяйке надо, вот, постоянно в прищуре быть, она так и останется в прищуре. Но только мы не будем тратить энергию на поддержание мышечного тонуса. Понимаете? Вот если с этой точки зрения смотреть на процесс, то тогда многое становится, ну, вообще как-то более-менее понятным. Многое становится более-менее понятным. Что да как. И виновата ли кожа. Итак, хочу рассказать немножечко о том курсе, который я, ну, зачем я завела этот курс? Потому что мне надо было с кем-то заниматься. Я точно понимаю, что сама, может быть, я для себя бы пропускала и так далее. Но когда ты ведешь группу, а я вместе с вами занимаюсь, вообще никаких просто вопросов не возникает. Занимаешься как миленькая. Сейчас этот курс брошу, и вы можете прям по курсу, ну, вот на него кликнуть, вот, и смотреть, какие там есть занятия. Что? Не пошло. А, вы мне что-то написали, а я не прочитала. Сори. А, по зубному порошку. Зубной порошок, черная метка. Вот. А, Ирэн спрашивает, что делать? Мышцы качать? Сейчас говорю, что делать. Значит, смотрите, первое, что я на себе заметила, еще до того, как я увидела какие-то серьезные возрастные изменения по лицу, я заметила, что на мне с 35 лет перестала сидеть одежда так красиво, как она сидела раньше. То есть, смотрите, на первую картинку барышня, она вот как струночка стоит. У нее голова находится в вертикальной оси туловища, и вся она очень хорошо простроена. Она же только, допустим, 10 лет старше. Что вы видите? Вы видите, всего лишь плечо подалось вперед, но это уже запустило целый ряд нехороших изменений. Всего лишь декольте заломилось, всего лишь грудь провисла, всего лишь талия сгладилась, всего лишь шея пошла кпереди, понимаете? И еще через 10-20 лет мы можем превратиться в самую настоящую классическую бабушку. В самую настоящую. Но что такое самая настоящая классическая бабушка? Это холка, это вот такое образование над седьмым шейным позвонком. Похлопайте себя, поищите. Вот здесь, в области седьмого шейного позвонка, там, в принципе, ничего не должно быть, кроме позвоночника. То есть, вы должны его спокойно, каждый позвонок прямо ощупывать. Если вы там видите что-то такое, жировое только у подушечку, жировую подушечку, это, да, вдовик горбик называется. Да, называется РН вдовик горбик, но когда я себе такое заработала в 35, еще не находясь ни в какой менопаузе, я до сих пор не в менопаузе. Я поняла, что это не вдовик горбик, это съехавшая осанка. Это съехавшая осанка. Вот пощупайте, и у кого есть это жировое, лимфоидное, жировое, гипертонусное мышечное образование, там все вместе, там все вместе, Навально. Пятерочки в чат поставьте, потому что, как только эта холка появляется, сразу плюс 15 лет, сразу не сидят нормально девчоночные вещи, вот сразу. Можно ли носить корсет на спине для осанки? Ну, вы знаете, ну, наверное, я про себя расскажу. Я ломала позвоночник. Мне было лет 30, наверное, не помню уже сколько. В общем, я сломала позвоночник. Полежала 40 дней. Мне не надо даже было поворачиваться. Ну, судно, в общем, все было весело. За 40 дней все мои мышцы атрофировались, потому что от бездействия. Как это быстро произошло, вообще невероятно. Короче говоря, потом мне сказали, Лен, когда встанешь, полгода нужно еще ходить с... Как это называется? Представляете, вытеснение такое. На костылях. Вот. Еще полгода не сидеть и носить корсет. Ну, знаете, костыли заказали, корсет сшили. Вот. И вот через 40 дней я стала... Сначала расползалась, расплавывалась, а потом и расхаживалась. Я довольно быстро вернула себе мышечную массу. И почему я не пошла на корсет? Потому что это не мои мышцы работают, когда я ношу корсет. Да, корсет мне напоминает о том, что мне нужно себя держать ровно, но это не работа моих мышц, опять-таки. Поэтому я считаю, что я поступила более правильно. Я пошла на спорт, а именно на акваэробику, и я очень быстро восстановилась. Сейчас мне 43, я бегаю по 5 километров в день, 5-7, в зависимости от того, как я сегодня переношу физическую нагрузку, от моего настроения. Я недавно научилась играть в теннис, вот, а это тоже час-полтора такой довольно интенсивной нагрузки, и все со мной нормально. Я работаю собственными мышцами, понимаете? Поэтому корсет, это вот как костылик, вот. Да, вы можете поносить для осанки, да, не постоянно, можете час в день поносить. Но что мы с девчонками делаем? Первое занятие мы прям берем руками. Что такое ткань? Вот посмотрите на свою зону декольте. Вот, если возрастной процесс пошел, то вот она примерно такая. Вот здесь вот утренняя морщина, загляните, вот здесь вот такая утренняя морщина, и может быть еще здесь утренняя морщина. Это ткани, которые слежались, свалялись, вот прям, знаете, вот прям вот уже залипли в этом положении, и, извините, фиг они вам отдадут ваши плечи, которые уже пришли к переду, понимаете? Поэтому что мы делаем с девчонками? Мы прям руками, руками полностью разрабатываем всю свою поверхностную, поверхностную слой нашего тела для того, чтобы просто тело имело возможность развернуться. И результаты просто волшебные, действительно. Вот то, что мне девчонки пишут, я прям иногда думаю, боже, неужели вот так вот все, действительно так все хорошо. Хорошо. Вот она, эта холка. Я вам сейчас покажу ее, как я ее заработала, как я из этой ситуации вышла. Все возможно, но знайте, что это холка. Это, ну да, может быть гормональная недостаточность, но не обязательно. Вот моя, вы видите, красная шапочка с такой шикарной холкой. Мне здесь лет, ну не знаю, чуть больше 30. Вы видите заваленную зону декольте, вы видите плечи, которые пошли к переду, вы видите, что грудь, видимо, туда вниз ушла, укороченная шея, особенно сзади. Стоило мне понять, вот основные вещи по поводу осанки, все это стало на свои места. Но знайте, если вы не убираете холку, то это значит, ваша шея пойдет под углом 45 градусов к горизонту, и кроме холки еще будет индюшья шейка. Рано или поздно, так или иначе, провис передней поверхности шеи. И, соответственно, опадет овал лица. Здесь можно хоть оперироваться, хоть вкладывать эти золотые или биоразлагаемые нити, хоть нет, но этот процесс все равно будет идти, потому что процесс запущен неправильной осанкой. Поэтому я всем своим девчонкам говорю, ребят, вот первое занятие это 50% успеха по овалу лица. Не верите, можете посмотреть на девушку, которая сделала свое собственное чудо буквально за одну неделю. Это были первые живые такие тренинги, и я фотографировала каждую неделю, потому что мне нужно было наработать опыт. Вы видите, ну вообще девушке на данной фотографии 53 года. Вот я отфотографировала начало, ну какие они ко мне пришли, дала комплекс, о котором я только что говорила, это всего лишь первое занятие, и отпустила отрабатывать его домой. И через неделю девушка пришла, и кто что видит, напишите мне, пожалуйста. Вот, смотрите, Эля сбросила состав. Содиум-лаурез-сульфат. Вот, лаурез-сульфат, это немножечко мягче, чем лаурил, но, в принципе, то же самое, к сожалению. Это поверхностно-активное вещество, которое довольно агрессивное. Эля, понятно? Ну что, кто видит результатик? Шея стала длиннее, она пошла более вертикально, она стала более цилиндричная шея, да. Лучше выглядят ключички. Вот, и постановка головы, она более молодежная. За счет того, что вот эти трапециевидные мышцы стали помягче. Ну и посмотрите на овал лица, да. Ну, то есть тут надо тоже уметь, конечно, увидеть результат. Следующее занятие, смотрите, всего шесть занятий раз в неделю. Занимаемся по, ну, разные дни недели, но в данный момент занимаемся по субботам в 11.00 по Москве. Если спать на спине, это будет здорово. Вот, второе занятие мы посвящаем лобные мышцы, мы посвящаем виску и волосистой части головы. То есть мы подкрадываемся к лицу на самом деле, потому что, ну, знаете, вот эти поперечные морщины, которые на лбу, вот их бесполезно вообще мазать кремом. Вот, вот вообще бесполезно их мазать кремом, потому что они рождаются на другом уровне, на уровне лобной мышцы. Если лобная мышца укоротилась, скукожилась, проросла соединительной тканью, то будет морщина, вот такая вот стабильная морщина. Поэтому наша задача будет накормить лобную мышцу, расслабить лобную мышцу, раскатать ее по лобной кости и зафиксировать как можно выше. И тогда вы получите замечательный обворожительный лобик. Это второе занятие. На втором же занятии мы будем выпуклять затылок, потому что остеопороз, он и лицевой череп трогает, и мозговой череп трогает. И если вы сейчас залезете к себе на затылочек и поощупаете свой затылок, может быть кто-то заметит сейчас, что вроде раньше он был как-то повыпукли. Особенно это заметно на мужчинах. У мужчин этот процесс тоже идет. Почему нам выгодно иметь выпуклый затылок? Тогда расстояние между переносицей и самой отстоящей далекой точкой на затылке больше, и ткани лучше натягиваются. А если это расстояние уменьшается за счет уплощения затылка, возникает определенное количество лишних тканей. И эти лишние ткани, к сожалению, уходят в сторону мимики. Посмотрите, была боль-мень, а теперь все это дело свалилось на переносицу, будут поперечные морщины на переносице, станут низкие брови, станет тяжелая века, отечная, потому что с такого века еще попробуй забери жидкость. И человек хочет поднять, все-таки раскрыть глаза, как вида, и напрягает лобную мышцу. Ну то есть это комплекс изменений начинается. На этом же, на втором занятии мы займемся виском, потому что если ваш висок упал на наружный угол глаза, вот ситуация какая будет. То есть бровь наружный край опускается, верхняя века тоже провисает, и межбровка. Посмотрите, какая крутая закладывается межбровка. Очень многие девушки приходят с желанием убрать межбровку. Я говорю, накормите височную мышцу, сделайте ее такой же пухленькой, оладушком, как она была в молодости, и она сама заберет все ткани с лица. Вот таким вот путем мы ходим. Третье занятие, не буду о нем подробно рассказывать, потому что оно сложное, и мы работаем с круговой мышцей глаза. Это труженик, от которого зависит, постареет верхняя треть лица или она не постареет. Это верхняя, ну, глазная часть лица. Там, ну, ясное дело, что мы и бровку поставим на место, и верхняя века, и гусиные лапы с ней поработаем, и с нижним веком профилактика, грыж нижнего века, со слезной бороздой, которая очень у многих такого синего фиолетового цвета. Со всем этим надо работать. Если не работать, будет только ухудшение. Помните, пожалуйста, что если вы видите морщину, ищите, где укоротилось. Например, увидели здесь морщину, значит укоротилось вот это вот расстояние мышца, мышца укоротилась. Увидели здесь поперечную морщину, значит под морщиной вот произошло укорочение в поперечном направлении. Понимаете, морщина это спасение на самом деле, это реально спасение. То есть была вот такая вот ткань, внутри мышца укоротилась, и ткань, ну, она может вздыбиться вот, или гармошкой взяться, это некрасиво, или провис какой-то быть. Поэтому ткань тихонечко-тихонечко берет и закладывается вот таким вот образом. Вроде бы незаметная морщинка. Морщинка всегда незаметнее, чем, например, висюк какой-нибудь. Потом еще, время-то идет, потом еще. И получается, что вот сколько ткани ушло вот с этой поверхности. Понимаете, то есть вот она выточка на самом деле. Вот как мы на одежде делаем выточку, чтобы хорошо по фигуре все сидело. Точно так же нам природа делает выточки на лице, называет их морщинами, чтобы все сидело. Например, если, вот видите эти морщины кисетные, да, если бы здесь гармошкой все забралось, вам, наверное, бы не понравилось. А морщинки это более-менее. Четвертое занятие. Мы будем работать с круговой мышцей рта. Она виновница старелы не нижней части лица. Вот. И от нее тоже очень много зависит, какие у вас будут носогубки. Вертикальные вниз, как усы. Или горизонтальные в разлет, которые вас совершенно не будут давать вам возраста. Ясное дело, что нам нужно будет вернуть и контур, и рельеф, и объем губок. Ну, тут тоже довольно много работы. Но мы справляемся. Посмотрите, девушка сделала фотографию. У меня некоторые спрашивают, как быстро мы будем видеть результаты. Знаете, да вы моментально будете видеть результаты, потому что лицо, оно очень отзывчивое. Девушка до занятий сделала фотографию и сделала после занятий, как только улеглась краснота. Мы всегда работаем до появления легкой красноты. А вот, что вы видите на этом снимочке? Да, Лена, тоже крутая штука, да? А вот, что вы видите на этом снимочке? Кроме того, что носик стал курноси, это было занятие по носогубкам. Носогубочки помягче, ну, на второй фотографии, да? Совершенно разное освещение. Я это, ну, Зоя, да, вот согласна с вами, да. Конечно, от освещения зависит верхняя губа, нижняя губа, как у нее. Конечно, это все от освещения зависит. Вот. А также, смотрите, на первой фотографии вы видите, что есть такие вот мешочки в уголочках рта, да? На второй фотографии мешочков нет. Вы знаете, самая возрастная студентка, ей 72 года. Поэтому я думаю, что любви все возрасты покорны. А пока нам Боженька дает эту жизнь, надо заниматься. Ясное дело, что 25-летних у меня практически нет. Прифронтальном, согласна, Зоя, да, все зависит от освещения. Ничто так не красит женщину, как хорошее освещение. Это вот Зоя говорит. И фотошоп, это уже я говорю. Хорошо. Эту девочку нужно рассматривать вот дальше. Отойдите. Сейчас прогрузится. Подальше отойдите от экрана. Вот. И вы можете посмотреть, как поменялось ощущение от человека. На первой фотографии. И я просила этим комплексом заниматься 3 недели. И через 3 недели сделать повторную фотографию. Вот. И надеюсь, вы тоже увидели этот результат. Раскрыла она губки. Помягче здесь все. И, соответственно, другое ощущение от девушки. Предпоследнее занятие мы будем заниматься с овалом лица. Это очень сложная зона, конечно. Вот. И у всех у нас в молодости был действительно овал лица. Четкий, обтянутый кожей. Все. А потом начинаются вот такие вот изменения. Многие говорят, у меня сполз овал. Вот. Конечно, им нужно тоже заниматься. Это мой овал. Вот. Я его сфотографировала. Потом пила еще растительные антидепрессанты. Ну, тяжело, конечно, на это смотреть. Особенно. Ну, я думала, что я в одночасье как-то вот так вот сдалась. Но я сейчас смотрю на большое количество 18-летних девчонок. Вы знаете, эти процессы, они запускаются уже и в 18 лет. И младше видны эти процессы. Наши мышцы, трудяди, они постоянно работают. Но что здесь видно? На верхнем снимке вы видите такой очень напряженный, гипертонусный, отечный подбородок. Такой прям как картошка. Вы видите подбородочный тяж, это снизу я фотографировала. И два заломчика таких, после которых, ну все, там уже вариантов нет, будут образовываться брыли. Ну, потом я работаю, я же работаю постоянно. Вот, и в данный момент, видите, овал несколько лучше. Выглядит, конечно, этот подбородочный тяж, я его никуда не дену. Но это такая морщина, которая предотвращает сползание лица на шею. Это замечательно, что он там есть. Но вы видите, что поглажа стала ситуация. Ну, и если посмотреть на профили, вот то по поводу чего я пила антидепрессанты. Залом, брылька, видите, это подбородочное пространство, тоже этот залом немножко наполнился. Брылька немножечко подтянулась и вот уже намного интереснее. Вот, результатов много, всяких разных. Если вы думаете, что это не для вас, или там вам уже поздно, не думайте. Девчонки очень крутые всякие результаты получают. Я вам прям сброшу эти результатики, почитайте на сон грядущий. Что мне нравится? Уплотняется овал лица, он становится более выраженным. На данном снимочке вы видите, что шейка стала более вертикальной и легче с провисом. Вот это то, с чем мы работали, с чем мы боролись. Глазик немножко раскрылся, тоже, надеюсь, видите. Ну, ладно, а здесь? Ирэн, хорошо, а здесь? Там разницы нет, но давайте здесь смотреть. Девушки, кто здесь видит результат? Давайте. Пока вы мне пишите, видите здесь результат или нет, я вам еще раз брошу приглашение на занятия. Мы проводим по одному занятию в неделю, всего шесть занятий, по субботам в 11.00. Что здесь видите, девчонки? Перед занятием... Да, да, отлично. Молодец, Лена. Да, надо еще, понимаете, мало делать, надо еще видеть. Мы же себя видим вообще каждый день, поэтому я на всякий случай делаю фотографию до курса, а потом делаю фотографию после курса. И всегда говорю одно и то же. Пожалуйста, сидите ровно, ручки висят вдоль туловища, смотрите прямо перед собой. И вот это вот прямо перед собой, до курса это вниз, возрастная такая установка. После курса, посмотрите, она смотрит чуть выше горизонта. Само по себе это уже молодит на самом деле. Это ж как поменялось внутреннее состояние и мироощущение. Голова выше, да, шея стала длиннее, она стала более цилиндричнее и лучше прописан овал лица. Надеюсь, вы это увидели. И глазки раскрылись. Хорошо. Ну хорошо, а здесь? Давайте здесь. Это девушка. А я делаю запись, я надеюсь, что она у меня получится. Эта девушка живет в большом городе, это Москва, и очень много пробок, пробки, пробки. Она говорит, Лена, я делаю только все в пробках. И смотрите, что у нее получилось. Ну давайте, кто видит, чтобы это была не я. Разный воротник. Глобальное замечание, Ирэн. Глобальное замечание. А если смотреть не на воротник, что еще заметно? Тут я обрезала снимочек, но вот кроме того, что сейчас вы мне все напишите, у девушки даже взгляд раскрылся, и в глазик попал лучик света. Это очень символично. Это значит, глаз стал действительно более раскрытый. Да, шея длиннее, она стала какая-то более такая узенькая, да. И вы посмотрите, подподбородочное пространство, неужели не видно, четко видно, совершенно идеальное подподбородочное пространство. Теперь девушке можно запросто делать снимки в профиль. Вот, носик стал более курносый, видите, да. Ну еще все говорят, она как, похудела. Ну, мы не занимаемся питанием. Мой основной профиль, конечно, это питание. Но мы на курсе питанием, на курсе по лице не успеваем заниматься, потому что у нас, дай бог, успевать нашу основную программу делать. Но, девчонки, многие отмечают, там и в массе тела, и особенно мы же еще и по телу работаем. Первое занятие целиком по телу, за одно занятие, за одну недельку, 2-3 сантиметра в объем металли запросто может уйти. Ой-ой, это не то, это уже было, это в Соединенных Штатах Америки был этот тренинг. Окей, хорошо, вот это то, что я вам сегодня хотела рассказать. Вот, значит, что можно, что я вам предлагаю. Опа, еще раз ссылочку. Смотрите, нажимаете на эту ссылочку, переходите по ссылочке. И, сейчас прогрузится. Ну, вы сами делайте, потому что я-то запись делаю. И едете по этому лендингу вниз. Лендинг, это страничка приглашающая. Здесь есть еще вот там, где я в белом платье. Вы можете все 6 занятий, я кратенько еще о них говорю, что мы делаем. И ниже план работы. Первое занятие шея, овал. Второе лоб, затылок, висок. Третье глаза. Четвертое занятие носогубки. Пятое овалом занимаемся. Ну, еще шестое занятие будет еще дополнительное. Уже потом расскажу. Вот. Нажимаете принять участие, приходите. Первое занятие будет 18 ноября в 11.00 по Москве. Здесь вы также можете увидеть другие результатики, которые я для вас подобрала. Фотографические. Отзывы участников. И тут есть еще. Вот. Смотреть все отзывы. Еще нажмите кнопочку «Смотреть все отзывы». И здесь отзывы. Вот то девушки занимаются. И в процессе обучения они пишут мне что-то. И вот то, что они мне пишут, я просто взяла и прям собрала вот в такую небольшую книжечку. Вот. Поэтому это то, что я хотела вам сказать. Курс уже набран. Мы уже все равно стартуем. Мне будет очень приятно с вами заниматься. Поэтому приходите. Старостей нет. Есть ткани, которые заехали не на свое место. Но они мечтают вернуться на свое место. Потому что их там очень-очень хорошо кормят на своем месте. Поэтому кому такая концепция близка, поставьте мне плюсики в чат. Буду очень-очень рада с вами заниматься. До новых встреч!